Вы когда-нибудь видели танцующего шахтёра? Знакомьтесь, Андрей Цуба. Андрей, ты действительно шахтёр? Да, комбайн Рубит. Скажи мне, ты действительно танцор? Конечно. Всем добрый вечерочек. Меня зовут Андрей Цуба, мне 19 лет, и я из города Солигорск. Сейчас я работаю грозом. Моя задача на большом самоходном вагоне массой 17 тонн перевозить руду с комбайна на конвейер. Ну, конечно, там ремонтные работы, и всё такое. В общем, работа очень такая, тяжёлая, можно так сказать. В шахте акустика хорошая. Иногда там пою, мои мастера надо мной прикалываются и говорят, звук погромче. Профессия шахтёра самая оплачиваемая у нас в стране считается. И, конечно же, нужны были деньги. Вообще, на самом деле, много денег трачу на творчество, например, запись песни, либо же, например, пошив костюма, вот как сейчас. На самом деле, дорогого стоит. Ткань 100 рублей, пошили мне со скидкой 150. Вот, вот 250 рублей. Музыка — это как смысл жизни для меня. То есть я не могу всё время находиться в шахте и больше ничем не заниматься. «Х-фактор» — это такая уникальная возможность. Это как творческий толчок вперёд в будущее. Всем привет. Здравствуйте, Андрей. Привет, Андрюха. Подготовились. Сценический образ есть уже неплохо. Андрей, я знаю, что к музыке вас привела ваша первая любовь. Да, всё верно. Её зовут Виктория. Я хочу ей передать большой привет и спасибо за то, что она когда-то была частью моей жизни. И она привела меня в этот творческий мир. И, правда, поддерживала на протяжении всего моего пути. Это очень здорово. То есть вы сохранили отношения, да, несмотря на то, что вы не вместе. Да. Вы знаете, очень многие артисты пришли в творчество после определённых ситуаций, любовь, боль. И, собственно говоря, это и есть музыка. Это любовь. Всё основано на любви. Всё начинается с любви. Что вы будете петь нам, Андрей? Сегодня я хочу спеть песню про первую любовь. Она называется «Красотка». И я её посвящаю своей первой любви – Виктории. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было как будто вчера. Я любился всегда, навсегда. И запомнил, как яркий огонь, Показал мне тебя, мой родной. Несометно проходят все дни В нежной твоей любви. Ты красива, и ты так нежна. Милая любовь моя, Ну что ж ты, красотка, потанцуешь со мной. Я сегодня только твой, Я сегодня только твой. Я увезу тебя к себе домой. Ну что ж ты, красотка, потанцуешь со мной, Я сегодня только твой. Раскрой свою силу, И будь с тобой, Я увезу тебя к себе домой. Остребляешь, как яркий софиг. Давай остановим, но я скажу и вам провожу. Спасибо. Так, ну твоя красотка Виктория должна быть довольна. Ну что, я хочу тебя сначала похвалить. Ну, во-первых, у тебя красивый голос, Реально красивый тембр. Спасибо. Ну, песня не скучная, однозначно. Я потому что начал даже вспоминать, где я ее слышал, где я слышал. То есть, песня похожа на хит, это круто. Если ты автор, то вообще респект. Значит, понятное дело, что вокал у тебя не вышкален внизу, он не крепок, ты там теряешься. Несмотря на то, что даже авторская эта твоя песня, ты сам эти ноты себе придумал. Но голос у тебя есть, у тебя есть слух, это важно, да. И ты достаточно приятно выглядишь. То есть, ты молод, ты свеж, ты наивен, ты веришь в любовь. Если ты хочешь серьезно участвовать в нашем конкурсе, тебе нужно позаниматься с педагогом по вокалу. Для чего? Чтобы ты просто увереннее себя чувствовал и хотя бы даже выпивал ту мелодию, которую ты сам придумал. Сейчас это очень сыро и очень любительски. Поэтому ты не проходишь дальше, но продолжай петь. Но ты сделал уже очень много для Виктории, ей будет так приятно. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. До свидания. Ты расстроен? Нет, я не расстроен, я очень рад и счастлив, что у меня была возможность показать свою авторскую музыку здесь на проекте. Я уверен и знаю, что на этом мое творчество не закончено, я буду еще удивлять и вы обо мне обязательно услышите. Скажи, как вот в шахте работать с таким маникюром, не жалко? Надо беречь, беречь. Надо беречь. Спасибо. Олегу вам всего хорошего дня. Пока. Спасибо.